Всем привет! С вами утренняя программа ЗАП-ТВ в этот день. Вот уже и январь на исходе, но упоминания о новогодних праздниках все еще посещает нас от случая к случаю. Вот и сегодня в России отмечается День Деда Мороза и Снегурочки. А на самом деле все просто. Считается, что в этот день Дед и его внучка покидают нас до следующего декабря и отправляются к себе на север. А теперь от сказочных героев к страницам истории. Сто лет назад в этот день была принята первая конституция СССР. Само государство было основано двумя годами ранее. В основном законе была задекларирована главная цель стать верным оплотом против мирового капитализма и новым решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в мировую социалистическую Советскую Республику. А в 1934 году в этот день Советский Союз продемонстрировал всему миру небывалое достижение. Аэростат «Ос-Авиахим-1» достиг стратосферы, поднявшись на высоту в 22 километра. Так высоко человек еще никогда не забирался. К сожалению, при спуске произошла разгерметизация кабины и экипаж погиб. Но их подвиг навсегда записан в мировые рекорды человечества. Что касается всемирных дат, то сегодня отмечается школьный день ненасилия и мира. Его придумал 60 лет назад испанский педагог и поэт Лоренцо Видаль, который был сторонником пацифизма. Дата была выбрана не случайно. Она посвящена Махатме Ганди, индийскому политическому и общественному деятелю, который погиб от руки террориста 30 января 1948 года. В этот день во всем мире учителя рассказывают школьникам о том, что даже худой мир лучше ссоры и объясняют, как обойтись без конфликтов. Из забавных дат, придуманных людьми, сегодня отмечается день красных стрелочек, показывающих на юг. Никто уже и не помнит, откуда появился этот праздник, но суть его в том, что где-то на юге живет лето. И оно начинает медленное, но верное движение к нам. Так что все будет хорошо. Удачного всем дня. И помните, что завтра в это же время мы ждем вас на канале ЗАП-ТВ.